Игорь Викторович, я же вам показала на основании чего мы этого не достали. Мне очень приятно, что вы меня называете Игорем Викторовичем и признаете во мне судью. Судья, Наталья Николаевича. Да еще я уже привык. Меня уже и председателем суда назначали. Вы же не заполняете ничего, да? Я? Я все заполняю. Я весь ваш кабинет с собой заполню. Снова, здравствуйте. Ух ты, у вас такие вещи лежат в общем доступе. Сказали познакомиться с материалами. Спустя 16 минут. Шикарно. Вы же не настаивали. Заявление об ознакомлении с материалами дела, оно как настойка. Оно должно быть настоятельно. Так сказал Бурлуцкий. Грызть, не кушать, не кушать нельзя. Да что вы говорите, правда что ли? Да, правда. А еще очень хочется. А что, были такие случаи, да? Что кушали? Серьезно? Бумагу вообще не ем. Не вкусно. Не кушать, как вы сказали. Не пробовать на вкус. Предупредила об уголовной ответственности. Тут скажите, написано предупрежден. А кем? Вы, да, предупреждены. Да. А у вас есть полномочия предупреждать? А это что тогда? Так что заполнять? Это или обе? Это просто вот как будто на заборе написано. То есть ни формы, ни... Что-то у вас везде разный порядок. Вот раз форма, вот два, вот три. А вот четыре. Четыре разных формы. А где порядок? Это не порядок, это какой-то беспорядок. Потом приходит полицейский. На вас возбуждено уголовное дело. Был вырван листок. Кто-то скушал. А у тебя нет доказательств, что ты ничего не кушал. Что происходит-то вообще? Я не понимаю. Ни одну бумажку не даю. У меня нет интернета. Деньги закончились. Дайте, пожалуйста, на бумажный носитель. Бумагу экономите или что? Но туалетной бумаги до сих пор нет в туалете. Уже который год. Я не отказываю вам до знакомления. Тогда знакомьтесь, пожалуйста. Я отклоняю вашу просьбу. Приказ Сургутского городского суда. Я работаю в Сургутском городском суде. На меня этот приказ не распространяется. Логично. В 20-й раз говорю не отказывайте. Без заполнения вот этих вот форм вы не можете ознакомиться с материалами дела. Что такое? То есть вы отказываете? Я вам не отказываю. Тогда знакомьтесь. Да что такое? Мы зашли в тупик. Вы и не отказываете, и не знакомите. Я думаю, может, прогресс какой-то будет. Я вижу, прогресса вообще никакого. Я не от 190 метров. Серьезно? Такое ощущение, что вы... Вы меня сейчас снимаете? Я вообще людей не снимаю. Я таким не занимаюсь. А вдруг у меня за человека мечтает? Как мечтаю? Две руки, две ноги. Хороший учитель. Учитель, а что вы меня на отказе-то ловитесь постоянно? Пытаетесь поймать? Даже повеску не хотите показывать? Видите, я действую честно и открыто. А вы этим моментом воспользовались. А вот это тишина. То есть отказываете. Я не отказываюсь. Вам необходимо мне ее помощь. Вот так уже два часа. Оттуда выгнали. Здесь ничего не дали. Супер правосудие. Всем привет. Это видео продолжение. В догонку вот этому видео. Значит, в этот же день, 6 июня 2023 года, после выхода издания, позвонила помощница Бурлуцкого и пригласила ознакомиться с материалами дела. Спустя 16 дней. Выкатила какую-то бумажку с названием расписка. Потом форму номер 62. Потом еще два каких-то бланка. Всего 4 варианта о само предупреждении об уголовной ответственности по части 1 статьи 294 УК РФ. Эту расписку они ввели примерно 2 года назад. Уже было на канале Сургуднадзор 2 похожих видео на эту тему. Но, как говорится, непройденные уроки повторяются. Поэтому в этот раз пойдем немножко дальше. Ганиева Гульнас Фанитовна. Она, находясь на рабочем месте при исполнении должностных обязанностей, разъяснила права и устно предупредила об уголовной ответственности по части 1 статьи 294 УК РФ. Это признаки состава преступлений по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и части 3 статьи 294 УК РФ «Мешайство в деятельность следователя». Дело в том, что предупреждать об уголовной ответственности письменно могут только следователи, дознаватели, прокуроры и судьи. А тут какая-то помощница судья подсовывает бумажку и говорит «распишитесь». При этом пыталась разъяснить эту статью, вот часть 1 статьи 294, но толком не разъяснила, в чем именно заключается состав события. То есть она вот эти слова даже вообще не произносила. Кто субъект, что такое субъективная сторона, объективная сторона, она вообще не разъяснила. Если посмотреть на эту форму 62, то тут вот написано «Дело материала получил об уголовной ответственности по части 1 статьи 294 УК РФ за воспрепятствование осуществлению права судья, выразившееся в утрате, повреждении и уничтожении выданного мне вышеуказанного судебного дела материала или отдельных его документов, предупрежден». А кем предупрежден, не написано. То есть сам себя, получается, предупредил. А кто права и обязанности разъяснил? Где про это все тут? По идее, вот тут надо писать. Права и обязанности не разъяснили, никто не предупреждал. Но они, если так написать, я уже тестировал, они не выдают дело. А самое интересное, вот это вот, видите, единичка, ссылочка. Вот она. Читаем. Вторая и третья части заявления об ознакомлении заполняется в день передачи. Именно передачи. То есть я предполагаю, что эта расписка вообще предназначена для, вот как раз для судей, прокуроров, там каких-то сотрудников, которые забирают дело из суда, где-то с ним знакомятся, а потом возвращают обратно. Потому что именно в день передачи ставится отметка, а дальше часть четвертая заполняется полномочным работником аппарата суда в день возвращения дела, материала. Но мне это забирать не надо, мне это просто ознакомиться надо. Вот видите, выдавшего, передачи дела. Ну, естественно, Ганиева отказалась письменно предупреждать. Я предлагал вот здесь вот написать, что я такая-то, предупреждая об уголовной ответственности. Она отказалась. Так, посмотрел судебную практику. В Москве два дела нашел, но они недоступны, как-то засекречены, невозможно посмотреть решение. Так, в Сургутском городском суде есть только одно дело по части 1-й 294, по-моему, там штраф 80 тысяч назначен. И это вот все пошло примерно с 2018 года. В Сургуте это началось с 2020 года, два года назад. Так, а в ХМАУ это несколько раз обжаловалось, и по части 1-й вообще нету решений. Только по части 2-й. Это вот взаимодействие со следователями, вмешательство в их деятельности. В общем, долго мы разговаривали с помощником Ганиевой, зачем-то приставы опять вызвали, это уже рекорд. Дважды за день были необоснованно вызваны приставы. Я разговаривал с экспертами, которые проводят судебные экспертизы, и они мне пояснили, что они вот такую подписку, когда забирают дело, когда им дело передают вообще в другой город, даже они не подписывают вот такие расписки по части 1-й в статье 294 УК РФ. Они подписывают по 307-й задачу заведомо ложных экспертиз и так далее. А вот именно по части 1-й, 294-й, они не дают никаких расписок. Значит, им можно передавать дело, а простым людям, значит, обязаны подписывать. Дискриминация какая-то. И вообще, вот эта форма 62, она утверждена порядком, который утвержден приказом председателя суда. А еще Ганиева не хотела ни в какую знакомить с этим приказом. Приказ удалось получить. Как видим, этот приказ ни в Минюсте не зарегистрирован, то есть проверку не проходил. Нормативным правовым актом не является. Это внутренний приказ. Непонятно какой организации, ни ННН, ни УГРН, то есть ни КПП, ни налоговый не зарегистрированный. И непонятно что, то ли подразделение судебного департамента, которое находится в здании судебного департамента ХМАО, то ли вообще непонятно что. То есть никакой правовой формы нету, то есть сами свои приказы издают и чихали они на Конституцию и перекрывают ее, руководствуются только приказами, которые не прошли проверку в Минюсте и не являются нормативно-правовыми актами. И получается приказ председателя какого-то там суда выше, чем Конституция. Ну в общем, в этот день меня так с материалами дела и не ознакомили. Вот, сейчас мы пойдем чуть дальше, будем подавать иск о признании незаконным приказом номер 27-го, председателя Сургутского городского суда Кузнецова ГАА. Вот он взял своим приказом и Конституцию поставил намного ниже. Непорядок. Смотрим. Кто, кто это женщина? Доверенность, паспорт. Материалы дела потом посмотрите, познакомитесь и там ознакомитесь с документами. Я заявление на ознакомление с материалами дела написал 16 дней назад. В резолюции до сих пор нет, телефонограммы нет, звонка нет. Когда ознакомите? Прямо после подготовки. Прямо сейчас, давайте прямо сейчас. Ваша честь. После подготовки. Алло. Алло, здравствуйте. Сургутский городской суд беспокоит приемные судебы Луцкого. Подскажите, пожалуйста, вы заявление писали на ознакомление с материалами дела. Да что вы говорите, правда, что ли? Да, правда. Серьезно? Хотела у вас уточнить, когда вы сможете подойти к нам и ознакомиться с материалами дела. А оно готово? Дело? Да. Прошито? Да, конечно. А заседание там, ну вот это непонятно, то ли беседа, то ли предварительное заседание, оно закончилось? Да, подготовка к судебному заседанию была. Так а судя по определению, там написано беседа? Ну, беседа это и есть подготовка. Серьезно? Конечно. А почему два разных слова? Разумевает одно. Да? А где это написано, в словарях или где? Или может, на нормативном правоакте есть какой-то статья ГПК там или ГК? Вас ожидать сегодня для ознакомления? Не знаю. Так, так, так. Ну вы сейчас готовы, да, ознакомить? Да, просто хотел уточнить, когда вам будет удобно подойти сегодня, либо завтра в течение дня. Просто... Так, а сейчас сколько времени, не подскажете? 16.02. Вы до скольки работаете? Да, 17.30. А, то есть полтора часа есть, да? Ну да, в принципе есть полтора часа у вас. А, ну сейчас, может, подойду. Если что, потом. Хорошо. Ага, благодарство. До свидания. Снова здравствуйте. Снова, брат. Пусть не подогреваетесь. Да, направляю. Пусть не подогреваетесь. Пойдите. Почти ушел. Ух ты, у вас такие вещи лежат в общем доступе? Не в общем. Не в общем? Расхватить надо. В общей доступности. Куда направляетесь? А этот Бурлутский перезвонил секретарь. Сказали познакомиться с материалами спустя 16 дней. Стоять, я раночку. Напомните имя, участие? Ирина или как? Индира Алмазовна. Индира Алмазовна. Привет, привет, поздравление оборказа. Развлежение в Алмазовне. А, привет. Чего? Да. Ну просто поздравление, если честно. ДСВЖР, какой-то ЖЭО. ДСЖР. Не вращают к нему? Нет, разберемся. Ну как разберемся, если вы денег на пусто-минок? На сайте порядок. А что я нарушил? Что я не понимаю? Чего я не понимаю? Мимо рамки хочу пройти? Нет. Нет? Под принуждением? Под вашу ответственность? Благодарствую. Так, что там? Какой черт? Поехали. 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 Еще или не настаивать должен? Угу. Да? Да? Да. Вы же не настаиваете? Да. Заявление об ознакомлении с материалами дела, оно как настойка. Оно должно быть настоятельно. Так сказал Бурлыцкий. Продолжение следует... Там же на деле ничего нельзя писать, как-то какие-то заменять, грызть нельзя, кушать нельзя. А если очень хочется? Ну, надо еду кушать. Надо еду кушать? Свою здоровье. Дело нельзя кушать? Так, пока что на списку заполняем, можете присаживаться. А что, были такие случаи, да? Что кушали? Ну, чаще всего... Да. Пока что заполняем. Ну, это же гражданское. Ну, конечно. У каждого по-разному, может, из-за чего-то начислить. Ага. Ну, вы знаете, я бумагу вообще не ем. Она не впустная, по-моему, не ем. Уже пробовали. А? Уже пробовали. Ну, в детстве когда-то, все мы что-то пробовали. Тут скажите, написано предупрежден. А кем? Ну, вот я вас сейчас объясняю. То, что положение 24-го, там, то, что не за опортом материала отделки, почему-то на уголовный кодекс самой предупрежденности. Ну, что... Вы, да, предупреждали? Да. Вы, да, предупреждали? Да. Вы, да, предупреждали? Да. Ну, да. Вы в курсе, что в соответствии с российским токандайским предупреждать вагонную ответственностью может только следователь, дознаватель, прокурор и, по-моему, судья? Ну, если он вот здесь вот распишется, что предупрежден судьей, русский, пускай, ну, напишет. Нет, это российская связь с том, что мы предупреждены с положением этой статьи. А кем предупрежден? Вами? Вы, да, предупреждали. Да. В риске, то, что вы... Вы можете от своей руки написать то, что я такой какой-то предупреждена в уголовной ответственности. Или знаю, что уже не стоит. То есть, что-то в уголовном кодексе Российской Федерации не надо. А разъяснить права и обязанности вы обязаны? Какие-то статьи? Это положение, оно имеется в уголовном кодексе Российской Федерации. И есть, не поможете, что... У нас же гражданское дело. Причем тут уголовный кодекс? Порча материалом тела, ответственность на уголовный кодекс Российской Федерации. На основании чего? Вот где в норме и право, в гражданском кодексе или в ГПК написано, что при ознакомлении обязаны отобрать эту руку? Вы знаете статью 24, часть 2 Конституции РФ? Должностные лица обязаны ознакомлить с документами, затрагивающими права и свободы. А часть 3, статья 56 Конституции РФ говорит о том, что права на ознакомление, предусмотренные статьей 24, не подлежат никакому ограничению. А вы мне сейчас пытаетесь ограничить его ознакомление с материалами дела? Так что заполнять, это или это? Я еще не решил, вы мне поясните, что нужно, вот это или вот это заполнить? Или обе? Вот это? Вот так можно или нужно? А вот смотрите, здесь написано, так-так-так, приказ судебного департамента при Верховном суде форма номер 62. То есть, ну, хоть какая-то форма предусмотрена, да? А это что за документ? Это расписка, она предусмотрит вот эти вот положения, которые не изложены. Нет, а кем она утверждена? Это просто вот как будто на заборе написано, то есть ни формы, ни каких оснований. Здесь вот хоть что-то написано. Ну, вы вот это вот готовы заполнить? Я уже такие заполнял под принуждением, потому что мне никто ничего не разъяснял. Ну, вот смотрите, у вас предусмотрена такая форма. Я просто, вы ранее подавали заявление, а я в связи с тем, что вы не указывали эти положения, я поэтому предлагаю заполнить расписку. Да я смотрю, у вас и эта форма предусмотрена, и эта. Правильно? Ну, вы согласны заполнить эту расписку, или же вы будете заполнить... А если я откажусь, чтобы... Просто мы не можем отпустить к ознакомлению с материалами дела. То есть отказываете в ознакомлении, если... Я не отказываюсь, да и не могу. Тогда ознакомьтесь, пожалуйста. Я предлагаю заполнить расписку, чтобы сохранить материалы гританского дела. Предлагаете это просьба или законное требование? Я хочу ознакомиться с материалами дела. Дайте, пожалуйста. Олег Николаевич, в чем трудный заполнить? В чем трудный заполнить? Я просто не вижу оснований. Я тоже не иду. Я хочу ознакомиться с материалами про это дело. Реализовать свое право. Вы меня снимаете сейчас? Я не давала согласия на свою съемку. Я не давала согласия на свою съемку. Вы меня сейчас снимаете? У вас как зовут? Вы меня сейчас снимаете? Нет, я вообще не... Я вам представлялась, когда вы изначально в кабинет заходили. Вы меня сейчас снимаете? Я не давала согласия. Я не давала согласия на разночение своего изображения в средствах деле. Напомните имя. Я уже ставлю вас как-нибудь, вы Гульнасовы недавно. Гульнасов по имени. Все, вспомнил. Можно по имени, да? Гульнас, я вообще людей не снимаю. Я таким не занимаюсь. Пустите, пожалуйста, телефон. Положите, пожалуйста, дело. Предусмотрим порядок, что необходимо ознакомиться с положением этой статьи. То, что вы ознакомлены с этой статьей и подпишите, раз и быстро, пожалуйста. То есть вы мне отказываете в ознакомлении с материалами дела? Если я не заполню вот эту форму, да? Я не отказываю вам в ознакомлении. Тогда ознакомьтесь, пожалуйста. Я не отказываю порядок, что необходимо заполнить эту распись. Тогда ознакомьтесь. Я вам говорю, что необходимо предварительно заполнить эту распись. Кому необходимо? Мне вот это не зачем? У нас это предусмотрено. Кем и чем предусмотрено? Инструкция по делу и производству. А инструкция по делу и производству кем отверждена? Трудность в том, что вы держите материалы дела у себя в руках и не позволяете, то есть ограничиваете мое право в ознакомлении с материалами дела. А что, Паня, где я ограничу? Я вас прошу заполнить расписку. Просите эту просьбу? Я отклоняю вашу просьбу. А в чем причина? В чем причина? Причина в том, что данные формы, вот это вообще никем не утверждено, а вот это вообще законодательством не предусмотрено. Я вам скажу сразу, за пять лет я ни разу ни одного дела не испортил. Это все знают. Вы не писали на кончик, на вылочке, никакого цвета, ни какие высказывания. Писал. Писал только с разрешения секретарей. Писал. Вот, когда я просил это, если вы запрещаете, я не буду ничего делать. Я всегда спрашиваю, прежде чем что-то сделать. Я не собираюсь мне нигде ничего не писать. Вот, обычно как происходит? Я не ознакомлюсь с материалом дела, и я спрашиваю, где я... Я могу написать, что я не собираюсь портить материалы дела ни в каком виде, не рвать там, не кушать, как вы сказали, не пробовать на вкус. Вот это я все могу написать. А положение статьи 274-й поле? Ну, это уголовный кодекс. Почему тут уголовку я не понимаю? Ну, за порчу материалы. Я никогда ничего не портил. Просто у нас порядок такой. Нам необходимо предупредить, спрашиваю, нет, его ответственность за порчу. В других материалах дела уже есть такие расписки. Я не понимаю, почему каждый раз при знакомлении... Это уже новое дело, это другое дело. Какая разница? Поэтому дело мы вас предупредим. Прочу материала в деле. Давайте еще раз. Вы сказали просьбу, я вашу просьбу отказал. Дальше что у нас? Вы отказываетесь знакомиться с материалом? Нет, я не отказываю. Подождите, пожалуйста, я сейчас руководство выточню. Благодарю. Пожалуйста, в коридоре подождите. Добро. Берут расписку об уголовной ответственности. Ты как бы и знакомишься, да? Ушел. А потом приходят полицейские и говорят, на вас возбуждено уголовное дело. Был вырван листок. Кто-то скушал. А у тебя нет доказательств, что ты ничего не кушал. Здравствуйте, наш гуманный суд. А я не понимаю, при чем тут уголовная ответственность в гражданском деле? Да, потому что по гражданским делам не предусмотрено. Не предусмотрено. Ты видела, они сначала расписку какую-то, самописную бумажку вытащили. Хотя у них есть регламент, утвержденный председателем суда. Есть регламент, утвержденный постановлением Верховного суда, судебного департамента. То есть три разных постановления. Везде утверждена форма номер 62. Вот вторую, которую она выкатила. Я предполагаю, что целью, чтобы экономить бумагу, печатают такую расписку. Их там 4 или 5 помещается на один лист. Чтобы не печатать формат А4, они вот таким методом экономят. Но туалетной бумаги до сих пор нет в туалете. Уже который год. Вот такая штука есть. В случае удовлетворения, сколько требований, пожалуйста, идентификаторы свои предоставите? Безоборотами. Так, вы просили. Я вам тут приношу, где вот именно этот порядок начинается. Почитайте, вот на 930, который у меня есть материал на делах. Писки у меня есть, что это порядок выдачи соединенных дел. Это порядок для ознакомления с урбеки. С материалом делаю письма, она вынуждается. Вот расписочка, расписка превышения форма А4, которую я вам показывала. Вот передача этого материала. Вот поэтому я вам предлагаю. Так сможете? Не написано, кем предупреждается, да? И смотрите, приказ Сургутского городского суда. Это на сайте Сургутского городского суда. Я работаю в Сургутском городском суде. Игорь Викторович, я же вам показала на основании чего мы этого не... Мне очень приятно, что вы меня называете Игорем Викторовичем и признаете во мне судью. Да еще я уже привык, меня уже и председателем суда назначали. Меня очень смущает, пожалуйста, уберите телефон. Что смущает? А, ну не вопрос, вот так. Я просто этот документ хотел посмотреть. Вы отказываетесь от накомления, если вы не под... Я? Нет, не отказываюсь. Я просто требую назвать основание законное. Вот, а на скидус смотрим порядок выдачи судебных... Это у вас. То есть ваш внутренний приказ, правильно? Сургутском городском суде. Вы сейчас находитесь в Сургутском городском суде. Ну, нахожусь, но не работаю же в нем. Тут же указание для граждан. Ну, там могут указать все, что угодно. Это же внутренний документ, приказ по Сургутскому городскому суду. Я у вас не работаю. На меня этот приказ не распространяется. Логично? Антон Николаевич, вот порядок. Я вам предлагаю по порядку заполнить расписку и заявление. Опять предлагаете? То есть это опять просьба? Правильно я вас слышу? У нас такого порядка досмотрим. Женоту ждем. Вы на вопрос не отвечаете. Вы мне опять предлагаете? Для ознакомления с материалами дела необходимо заполнить расписку и заявление. Без этого не ознакомить? Без заполнения этих форм вы не можете ознакомиться с материалами дела. То есть вы отказываете? Я вам не отказываю. Тогда ознакомьте. Вам необходимо заполнить вот эту расписку и заявление. Необходимо на основании чего? Я же вам сказал, я у вас не работаю На меня этот приказ не распространяется Ну вот, посмотрите Я видел это все? Много раз Николай Непалыч, у нас предусмотрен такой порядок Мы ознакомливаемся С учетом предоставления вами расписки Которые вас заполняют Ну, смотрите, мы зашли в тупик Вы и не отказываете, и не знакомите Вы отказываетесь ознакомиться С материалами дела, не заполняя расписки Я хочу ознакомиться Вы запомните расписки тогда С материалами дела Запомните расписки, и мы вас ознакомим Это ваши законные требования или просьбы? Я вам разъясняю порядок выдачи гражданского дела На вопрос не отвечайте Это просьба или законные требования? У нас предусмотрен порядок Это я слышал Если вы его не соблюдаете Вы не можете допущено быть к ознакомлению с материалами дела То есть это ограничение конституционных прав Нарушение части 3 статьи 56 Конституции Российской Федерации Вы ограничиваете меня в моем праве Ознакомиться с материалами дела В Сургутском городском суде Я предусмотрен порядок выдачи гражданских дел Вот когда я к вам устроюсь на работу Подпишу трудовой договор или контракт И распишусь в ознакомлении с приказом Тогда вы имеете мне право говорить об этом А пока я у вас не работаю На меня приказы с Ругутского городского суда Не распространяются Вы отказываетесь? Я нет, я не отказываюсь Я хочу ознакомиться с материалами Я вам говорю, что для того, чтобы ознакомиться с материалами И зачинем эти ладо Все подходитесь По слову, все родители Давайте проще сделаем Откажите мне просто и все Я вам не отказываю Так ознакомьте тогда Ознакомьте тогда Здравствуйте Здравствуйте Основной еще не нельзя Я и говорю вам Дорос по трактам подготовка Ладно, хорошо, спасибо А подскажите, вот по этому непонятному заседанию То ли беседы, то ли предварительное заседание Какое решение принято? Где решение принято? Ну вот, откуда выгнали-то из ЦАР? Вы сегодня наконец-то получали на нас первое заседание? Нет Что, назначили? Ну какое решение принято? Мне же это... Выгнали же Да, то назначили Я хочу ознакомиться Заполните, пожалуйста Раскидываю форму Я хочу сначала ознакомиться Да Дайте почитать Я того, что вы... Дайте почитать Я уже вам говорю Что необходимо заполонить Раскидываю форму И что, и по повестке тоже, что ли? Нет, повестка нет Так дайте ознакомиться Я говорю, повестку посмотреть На какую дату это назначили? С ваших рук Я говорю Это уже материал дела В смысле материал? У вас отдельная бумажка Вон бы в руки брали Она не подшита еще Какие материалы дела? Михаил Николаевич, в чем проблема Ознакомиться с материалом? А в чем проблема показать Повестку так? Повестку не хотите показывать? Вы ее отказываетесь получать? Вы ее просто Кого? Кого? А что вы меня на отказе-то вловите? Постоянно? А? Пытаетесь поймать? Я вас Я вам предлагаю Знакомиться Я вам и делаю Я хочу сначала с повесткой ознакомиться Или тоже надо расписку писать? За нее расписаться Чтобы получить ее Нет, а при зазнакомлении Это же ничего не надо писать Правильно? Я хочу сфотографировать В чем проблема? А нам вам выдаваться Если что, на сайте суда Можно будет Так я сейчас хочу увидеть Дайте посмотреть На какое число назначено Что? Что происходит-то? Вообще не понимаю Ни одну бумажку не давить Я вам предлагаю Знакомить расписку И уформить все два Для ознакомления С материалами дела Если это просьба То я ее отклоняю Вы отказываетесь Знакомиться Нет Для ознакомления С материалами дела Необходимо заполнить Эти документы Без заполнения Эти документов Как в работе Сургутского Я не могу Допустить То есть вы отказываетесь Отказываете В ознакомлении С материалами дела Вы же только что сказали, не можете ли допустить? Ну, для того, чтобы Ознакомиться с материалом, я вам не придумала Кольцо урабураса А что с повесткой-то? Вы не получаете? А? Так дайте ознакомиться прежде, чем получить Может, это не повестка вообще? Вы же вот что-то подсовываете То расписку какую-то, то формы 62 Вы же ознакомитесь? Может, у вас тут то же самое? Я ничего не понимаю Почему вы постоянно вот эту расписку подсовываете? Бумагу экономите или что? Есть же форма номер 62 Можете пояснить? То есть на 12 июля, да, назначили? Да, назначили на 12 июля А подскажите, определение же об этом же вынесено, правильно? Сегодня Вы ознакомитесь с материалом дела? Но определение, оно подшито к материалам дела или еще нет? Не отходим ознакомиться с материалом дела Вы вопрос не слышите? Определение о назначении судебного заседания уже вынесено? Оно подшито к материалам дела или нет? Что такое? Нет, я не отказываюсь Вам уже 20 раз говорю, не отказываюсь На каком основании? Пересмотрим порядок вылеча гражданских дел Я вам говорю, что для ознакомления На основании чего? На основании приказа Сургутского городского суда, правильно? Я же не понимаю Я у вас не работаю Кто выдает вам для ознакомления гражданских дел? Все выдают Работники Сургутского городского суда? В том числе И в МВД, и в прокуратуре, и где только, и в следственном комитете Так я с удовольствием Я не вижу, что вы их заполняете Кого? Вот эти? Форма 62? Форма 62 и расписка Я с удовольствием запомню Если вы тут распишетесь, напишите Как у вас должность? Секретарь или помощник? Помощник Помощник судьи Бургутского Фамилия, имя, отчество Помощник судьи Такого-то числа, такой-то даты Предупредила об уголовной ответственности Антона Николаевича Булгаков Поставите Вы изначально заполняете Я потом там расписываю Нет, так тут написано Смотрите, в прошедшем времени предупрежден То есть сначала предупредите Нет, вы там расписываетесь То, что вы от кого Заявление, что с этим этим просите ознакомиться И вот тогда я записываю То, что Кого я там предупреждаю? Получается, никого, раз там не указан никто Хороший ученик Учитель Я ученик Знаете, мы сегодня работаем Как и с понедельника по четверг Мы работаем до половины шестого Да я помню, вы говорили Полчаса осталось До половины Да, до половины шестого Восемнадцать тридцати То есть вы хотите сказать, что Пустите, пожалуйста, телефон Я не давала согласие на съемку Себя в том числе Пожалуйста, отпустите телефон Я же вам говорил Я людей не снимаю Я таким не занимаюсь А вдруг вы меня за человеком Не считаете за людей? Пожалуйста, отпустите телефон Как не считаю? Пожалуйста, отпустите телефон Две руки, две ноги А мне дискомфорт причиняет то, что вы отказываетесь Ознакомиться с материалами дела Я вам не отказываюсь А что вы делаете? Вы препятствуете ознакомлению с материалами дела Нет, не отказываюсь Ознакомитесь с материалами дела Без этого не ознакомите? Предусмотрен порядок Да что такое? Звонок к другу Может он знает, как действует такая ситуация Нет, я знаю просто это По идее нужно полицию вызвать И зафиксировать отказ Алло, привет Не-не, я сейчас не подожди Подожди, я не по этому поводу Я нахожусь в Сургутском городском суде Пытаюсь ознакомиться с материалами дела Мне тут опять как всегда Подсунули сначала расписку какую-то непонятную Не утвержденную Ничего, просто короткий текст Предупрежден об уголовной ответственности За порчу 294 статья УК РФ Короче, после Я говорю, никем не утверждена эта расписка Там ничего нету После этого они мне выкатили, как всегда Форму номер 62 Которая якобы утверждена приказом Судебного департамента И говорят, типа сначала заполни Без этого необходимо заполнить Прежде чем мы вас ознакомим Я говорю, вы отказываетесь? Нет, не отказываем То есть Написано 16 дней назад Есть, он через ГАЗ правосудия зарегистрирован Есть такое, да? Они в курсе, у них это заявление При подшиток материалом дела, я подозреваю Предполагаю точнее Да они не оспаривают этот факт Они знают, что есть это заявление Но они хотят, чтобы я заполнил форму номер 62 Где написано, что предупреждено Об уголовной ответственности Запорчиваю материалов дела Ну давайте фотку сейчас пришлю Кстати, в заседании предварительного посудства секретаря Он ничего не знал Он состав сюда не назвал Какое гражданское дело рассматривается По какому участию В деле не огласил Права не разъяснил Про отводы не спросил Вообще ничего, понимаешь? Вот сразу сходу Короче, у меня вопрос Так, мне в коридоре подождать пока, да? Ну да, вы же не заполняете ничего А? Вы же не заполняете ничего, да? Я? Я все заполняю Я весь ваш кабинет с собой заполню Повеску заполняйте Какую повеску? Мы вам получаем повеску иногда Саму повеску или корешок? Ну, расписку заполняем И повеску получаем А, ну не вопрос Отправляйте по почте официально По почте мы конечно Я всегда так делаю Хорошо От этого Это вы не заполняете Ну вот это пока не убирайте Сейчас мы же вернемся А вот это можно убрать Благодарствую Коридорщики ожидай А вы ознакомите без расписки? У нас предусмотрен порядок Нет Я это Девушка, я это уже слышал много раз Вы либо знакомите, либо вы отказываете Я вам не отказываю Вот это ознакомьте Вот порядок ознакомления Надо выполнить Прежде чем вы говорите Этот порядок Не предусмотрен ни одним законом Это ваш внутренний приказ Ну вы где сейчас находите? Я? На пороге какого-то кабинета Да Серьезно? А надпись есть на этом здании Что это сургутский городской сургутский? Ну вы на ходе Извините, шумно было Что? На входе На входе есть такая надпись? Ну вы посмотрите Может придете Я не нашел Я даже план эвакуации На первом этаже не мог найти Пока жалобовым честным Понимаете? Ну это же у нас в 20 Успеете запомнить Если вы мне дадите материалы А сколько там листов примерно? Можете подсказать? А вот Я быстро ознакомлюсь Я через видео делаю То есть видео снимаю А потом дома скажу, что это делаю Так, быстрее И вас не задерживайте Себе это быстрее Знакомьтесь Все другие Полусы счетовы Еще один Заполняйте Знакомьте Для ознакомления необходимо Заполнить Эти документы Я тоже слышал Вы нарушаете конституционное право Предусмотренное частью 2 статьи 24 И частью 3 статьи 56 Конституции Российской Федерации Ограничивайте Правильно ознакомление С материалами Да? Правильно Можете поинтересоваться у всех Кто там Вот сейчас Сегодня был Буваровой Трейновский меня знает Председатель суда меня знает Ой, у него часто Кто еще? Да почти все Разина, чалая Шерстобитов Хуруджи Здесь у вас на этаже Они все меня знают? Я бы Вы там в самом начале Сказали, что типа Кушать дело не надо Не собираюсь его кушать У нас произошел непорядок Нас предусмотрен Студимый Законный Другой Это не Ага 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 Ладно Подложу под коридором Просто вы Ну разговор затянули опять Я думаю Может прогресс какой-то будет Я вижу Прогресса вообще никакого Привет, слушай Получил, да? Фото Ага Слушай Тут в Тургутском городском суде Опять Та же история С этими расписками Уголовная ответственность 294 Короче Никакой не хотят Знакомить с материалами дела Сначала выкатили расписку Непонятной формы Потом Форма 62 Вот И говорят Необходимо ее заполнить Там типа Предупредено Об уголовной ответственности Я требовал Чтобы они Расписались Там Что такая-то Предупредила Об уголовной ответственности Но они не хотят Говорят Сам заполнять Только после этого Типа Ознакомим Я говорю Вы отказываетесь А они Нет Мы не отказываемся Знакомимся С материалами дела Ну короче Вот такая канитель Уже Где-то Надо Час Вам необходимо Заполнить Я Я спросил Они говорят У нас есть Приказ Приказ Какой-то Сургутско-городского Сударя Они показали Показали Он без росписи Не прошит Я говорю Я у вас не работаю Приказ Приказ Что лица Ознакомимся С материалами дела Обязаны Заполнить Расписку Приказ Он вообще Никакого отношения Не имеет К людям Которые не работают В узком городском Сударе Чтобы его Обжаловать Нужно Сначала Приказ Получить Копию Заверен Належащим образом Потому что Мне выкатили Какую-то Ксеры Копию Не надо Ну тогда Я сейчас Приказ Отфоткаю А можно Еще раз Приказ Почитать Такой же Мне только Что показывали У меня нет Интернета Деньги Закончились Деньги Закончились Дайте Пожалуйста На бумажном Носителе У вас Вы писали Официально На выдачу Этого приказа Ну Тогда писал Нет Вы писали Официально На выдачу Этого приказа Какого приказа Вы попросите Сейчас Приказ Так вы уже Его показывали Я вам порядок Выдачи Судебных Сделок Еще раз Данный Судя Судя по вашим Действиям Подождите Судя по вашим Действиям Данный приказ Ограничивает Мои права И свободу В соответствии Частью 2 Статей 24 Конституции Российской Федерации И частью 3 Статей 56 Конституции Российской Федерации Будьте добры Пожалуйста Ознакомьте меня Здесь на месте С приказом Который Вы мне уже Показывали На основании Которого Необходимо По вашим словам Заполнить Форму Номер 62 Об уголовной Ответственности У нас необходимо Написать заявление Об этом Что я Тогребня Существует Прибыль Через Перетронную Почту Либо Почту России То есть Здесь Не ходите Вы же Уже Показывали Я вам Показала Порядок Выдачи Дел Я вам Приказ Не показывала Как У вас Там написано Приказ Русского Городского Суда А ну Покажите Вот этот Порядок Взял Наполение Мне Писать Заявление Вы же Меня только что ознакомили Для именно Ознакомления С Этими Документами Не следим Написать Сведение То есть Вы ограничиваете Меня опять Правильно Конституционно Здесь На месте Вы отказываетесь Предоставить Я вам Не отказываю Я вам Объясняю Необходимо Подать Сведение На Одного Дом Вы же Меня Уже Знакомили Ты же Наказывает Да Мне Опять Дисклей Видите Я действую Честно И открыто При вас Разговариваю А вы Этим Моментом Воспользовались Я бы Мог Выйти Куда Нить И поговорить Так Чтобы вы Не слышали И пришел Б И вы Меня Знакомили Так Получается Вы же Мне Показывали Основание На каком Основании Я должен Заполнить Форму Номер 62 Либо Непонятную Расписку Вы же Мне Показывали Приказ Сургутского Городского Суда Покажите Мне Еще раз Я хочу Прочитать Заявление О А до этого Вы Без заявления Показали Правильно Все Развещено Официально Ост Здравствуйте Здравствуйте Все Развещено Официальным Доступом Я же вам говорил У меня нет Интернет Я Убрала Если у вас Нет Интернет Мы Пойдем Написать Своим Даним На Основание Вы Хотите Получить Наверное Нарочное Увидите Без Заявления Я не смогу Ознакомиться Если у вас Нет Доступа К интернету Напишите Пожалуйста Заявление Без Я Не Напишу Заявление Вы Мне Отказываете Получается Я вам Не Отказываю Я вам Другой Чтобы Получить Документы Вам Необходимо Написать Заявление Моё То есть Вы Ограничиваете Моё Право На доступ К информации Я вам Говорю В соответствием В соответствии Частью Четыре Статья Статья Четыре Закона 59 ФЗ Примите Усными Обращения Ознакомьтесь Здесь Прямо На листе Опять Порядок Так Ознакомьте Меня С этим Порядком На Который Вы Сылаетесь Пишите Заявление Для Получения Если Документы Чтобы ознакомиться С материалами Дела Нужно Заполнить Расписку Непонятной Формы Потом Заполнить Форму Номер 62 На основании Некого Порядка Но чтобы Ознакомиться С этим Порядком Нужно Написать Заявление На основании Этого же Порядка С которым Вы Не Знакомите Я Заявляю Ознакомьтесь Вкусно Пойдем Отписывайтесь Статья 4 Закон 59 ФЗ Вкусное Обращение Отказываетесь На основании Чего На основании Чего Только В письменном Виде Если Вы хотите Получить Какие Документы Даром Подать Заявление Может Нарочно Где-то Себе Не Просто Поясните На каком Основании Только В письменном Виде Мы Должны Повызить А мы Заявляем Заявляем Я же вам паспорт Показывал Чего вам еще Нужно Регистрация Занимается 109 кабинет Не надо Регистрировать Устное Обращение Примите Ну вот Все обращения Письменные Понимаются Да я не хочу В письменном Я хочу Здесь Вместе Ознакомьтесь Я не 109 кабинет Серьезно А так ощущение Что Только Писменные Что У вас опять Вызабли Получается А что Что До Смешает Смотри Смотрите Да Извиняюсь На ты нельзя Ну Нежелательно Ага Хорошо Как можно обращаться По имени Вы что Вы объясните Что Что вас Смущает Я же в первую очередь С человеком Разговариваю Как можно Разговаривать По номеру Называть Можете Никак Называть Просто Что Смущает Любое Именно Зовите Хотя Любое Меня Максим Зовут Можно Что Знакомиться Если Нужно Заполнить Документы Расписки Смотрите Максим Поясню Поясню Я пришел Знакомиться С материалами Дела Которые Затрагивают Мои права И свободы Я Написал Заявление Подал Через Газ Правосудие 16 дней Назад За эти 16 дней Ни разу Никто Не звонил Не писал Не присылал Какое-то уведомление На электронку Вообще Ноль Игнор До тех пор Пока я На непонятной встрече Не заявил Об этом Бурлутскому Моих обязанностей Нет у вас Ознакомливать Я Судебный Поиспечению Установлено Порядка Деятельности Если вы Мне сейчас Будете Это все Объяснять И Что-то Пытаться Мне от этого Не легче У меня Есть конкретно Что вы Либо ознакомливаетесь Либо вы Не мешаете Работать Я не мешаю У меня девушка Сама Я стоял в коридоре Девушка Завела разговор Диалог Что вы Пытаетесь Что-то Навязать Свое Как-то Что вы В узной форме Хотите Вам говорят Что нужно Заполнить Вы не согласны Если вы Не согласны Вы же можете Написать Что вы Не согласны И соответственно Подождите Любое Как бы сказать Желание Сотрудника Должностного лица Оно должно быть Законным требованием То есть основано На законе Правильно Не просто просьба Или желание Иначе это признаки Коррупционной составляющей Если есть Конкретная форма Вы пишите заявление Я знакомлю Вот смотрите Мне сначала Я думаю Что данный сотрудник Это придумал В своих Каких-то Корыстных целей Вот эту расписку Кто придумал Вот смотрите Вот кем она Утверждена На основании чего Она выпущена Приказ Ознакомлю Там ответственность По части Первой Пяти Двести Минус Четвертой Нет Не ознакомлю Это предупреждает Написано Предупрежден А кем Предупрежден Не написано По сути Написано Уже Предупрежден А кем Предупреждать Кто-то должен Мы вам ждали Или вы Вы не владеете Русским языком Владеев В том-то и дело Что это в прошедшем Времени написано Кто-то уже Предупредил Давайте дискуссию Не будем У меня просто Своя работа Вы сейчас Отвлекаете И меня И сотрудники Вы попросили Пояснить Я вам разъясню Я как бы не вижу Здесь Ничего такого Что Как-то Смущало А то, что потом Прежден Расшедшим А то, что потом Другую форму Какую-то Номер 62 Выкатили Предлагаете Сейчас ознакомливаться С формой Номер 62 Узнает Что это Вам не интересно? В данном случае У меня просто Есть своя работа Как бы Я ее выполняю Вы просто попросили Разъяснить Я начал разъяснять Вы трижды сказали Что вам это не интересно А я им и сказал Что я не отказываюсь Но я хочу знать Основания Я готов даже Подписать Если Вот здесь Кто-то из Должностных лист Напишет Что я Такой-то Фамилия Моя отчество Должность Предупредил Антона Николаевича Булгакова Об уголовной ответственности Вот Пускай он напишет Тогда С удовольствием Приму эту бумажку И распишусь Ну и потом Эту бумажку Сфоткаю Я знакомлюсь С материалом дела Напишите Форму 62 Заполните Так вы сначала Вот тут написано Предупрежден Смотрите Сначала запомнил От кого От кого я предупреждаю Вы заполняете До того момента Где предупреждение Я прописываю Потом то Что кто предупреждает И потом И заполняете Потом то Что вы Знакомлены Ну вы Вам Это что так Принципиально Я же вам показывал Паспорт Вы убедились Необходимо заполнить Кого я предупреждаю Вам необходимо Заполнить заявление От кого Я предупреждаю Именно вас И потом я прописываю То что я вас предупредила У вас юридическое образование есть? Скорее всего должно быть Либо вы практикант Либо заканчиваете Юридическое Насколько мне известно По идее У вас должно быть Юридическое образование Так вот Во всех следственных органах В МВД В прокуратуре В других государственных органах Прежде чем Подписать какую-то бумажку Ее Должностное лицо Заполняет Если написано В прошедшем времени То есть Кто ответственное лицо За предупреждение То есть Вы сначала Должны заполнить Что вы Предупредили Вы мне Кстати Пытались предупредить Пытались разъяснить Все эти права Вот эту статью Но так они Не разъяснили Вы должны По идее Написать Что Я такая-то Предупредила Разъяснила Права и обязанности На каком основании Вот Ознакомьте меня с порядком Пожалуйста Я хочу увидеть Основание Я вам уже Ее показывала Покажите еще раз Я же не считался Вы же там Что-то пальцем водили Я не успел Дайте мне Вот этот абзац Прочитать А в ответ Тишина Я вам Ее уже Показываю Я не успел Прочитать Дайте ознакомиться До полного Однокомления Вот в общем Доступы На сайте Я же говорил У меня У меня нету Интернета Дайте пожалуйста Ознакомиться Именно это положение Прочитать Это Документ Смотрите Не прошит Это копия Или что это Это с официального Сайта Суда То есть Это и не копия Заверенная И не оригинал Документа Заявление Написать На получение Я напишу Обязательно Я требую Потому что Я хочу обжаловать В этот суд Вот этот приказ Это порядок Это смотрите Приложение номер один К приказу Да А сам приказ Он на сайте Размещен Я вам порядок Распечатываю То есть Приказ на сайте А приложение В бумажном виде Я Вот На данный момент Именно по порядку У вас возник Вопрос По порядку Я вам распечатываю Порядок И вот он здесь Разъяснен То что мы хотим Заполнить И расписывать Я помню Дайте почитать Мы работаем До 17 У нас В сети Вы готовы Успеете ознакомиться Завтра подойдете У вас есть Фотография Подойдите Для ознакомления Ну а что Мне каждый день Вы же сказали Что без Без вот этой Штуки Заполнить Необходимо Заполнить На основании чего Вот у нас Установлен Порядок Ознакомления Это приказ Сургутского Городского суда Я у вас Не работаю Еще раз говорю Вы как Сотрудники Выдаем Для ознакомления Гражданам С учетом Вот этих Документов О смотрите Приложение На мандинг К порядку Выдачи Судебных дел Это вот А вот Это он и есть Да А сам Приказ Я не вижу Вы можете Написать заявление Для отмечения Мне тоже Его 30 дней Буду рассматривать А мне это Сейчас надо Понимаете Я же даже К суду Не успею Подготовиться Сегодня какое число Так и сделали Хорошо Заполняйте Расписку Запомни Не вопрос Сначала Сначала О Серьезно что ли Есть такая Расписка Так подождите К приказу Выдачи Судебных дел И документов Сургутского Горском суде Ни печати Ни росписи Ни прошито Получается Получается Надо истребовать Официальные документы Через канцелярию Я вот Про заявитель Направила Для ознакомления Завтра придете Ой не знаю Что-то у вас Трудно так Меня в администрации С уставом города Ознакомили Бесеки Хотя Примерно так же Сопреклялись Я не знаю Как у меня время будет А вы меня ознакомите Без заполнения Вот этих Расписок То есть отказываете Я не отказываюсь Вам необходимо Заполнить Вот так уже два часа Максим Ну мне непонятно Почему Вы хотите заполнить Я с удовольствием Заполню Ты заполниете Если данная расписка Основана на законе Она не основана На законе Она основана На каком-то приказе А заявление Формы 62 Заполнить будете? Заполню Если вы Вы заполняете Вот эту часть И вот Прошу предоставить Мне такое Дело Я расписываюсь То что именно По этому делу Вы сначала Предупредите Об уголовном Вы можете На отдельном леске Написать Я такая-то Фамилия Мемочная должность Порядок Предусмотрен Такой Так у вас Итог порядок И этот Предусмотрен Потому что Это Вот смотрите Покажите Приложение Вот Расписка Есть А форма 62 Есть? Нету Неустановленная Форма Похожа на форму 62 Но это не форма 62 У вас везде Разный порядок Вот раз Форма Вот два Вот три А вот четыре Четыре разных формы А где порядок Это не порядок Это какой-то Беспорядок Вот порядок И указана Форма 62 Вот Я вам указываю Форма 62 Отлично Здесь написано Форма 62 Ну Приложение Нету Слов Вот здесь Здесь написано Форма 62 Нету? Вот форма 62 Так она отдельная Она сюда не подшита никак Она не является приложением К этому приказу Это совсем Разные Документы Я не знаю Это вы меня сориентируете Когда вы мне Когда вы предупредите Письменно об уголовной ответственности Вы же требуете письменно Да? Расписаться Что? Вы предупредили Необходимо заполнить Форму 62 Ну так заполните Так вам необходимо заполнить Так у вас слово предупреждено В прошедшем времени Если было Будет предупрежден Или предупреждает Ся Тогда сам себя Получается Окончание ся Оно означает Сам себя Тогда ясно Но тут написано Предупрежден Вам необходимо заполнить Эти формы документов Для ознакомления С материалом Это я уже слышал На основании Вашего некого порядка Порядок утвержден Приказом Сургутского городского Суда Я у вас не работаю На меня этот приказ Не распространяется Я заполню После вас Ну просто указать Номер дела И от кого заявление Так вы же узнаете Номер дела Вам необходимо Вдруг у вас еще Какие-то дела есть В этой расписке Вообще нет Ничего подобного Про вас тут вообще Ничего не сказано Согласны? Это предусмотрено Порядка Там указано И про расписку И про заявление Я вас поэтому И говорю Что она заполняется И при этом И при этом Расписка не имеет Никакого отношения К этому приказу Приложения Убедитесь Откройте и сравните Они разные У вас 4 варианта Расписки Для ознакомления С материальным дел Я заполню Эти документы Вы ознакомите Минуты осталось Я вам говорю То что Рабочее время Оканчивается Вы завтра Подойдете Для ознакомления С материальным делом Вы ознакомите Завтра Ну необходимо Заполнить Эти документы То есть Ограничите право Я не ограничиваю Ограничиваете Ставите условия Порядок Предусмотрен Уже Он утвержден Приказом Я вам уже И показываю То что Это предусмотрено Приказы ФССП Распространяются На вас Наверное Нет А приказы Сургутского Городского Суда Распространяются На ФССП Я работник Сургутского Городского Суда Я работник Сургутского Городского Суда Разъяснено Как Необходимо Я не знаю Я не уверен Вы же не показали Ни один документ Вашей личности Полномочий Все 30 минут Да Нам пора Благодарь Подойдете Если ознакомите То да Если заполните Вот Заполните Вот эту расписку Пришлите мне фотографию Что вы ее заполнили Я приду Допишу Мы с вами То есть Сначала вы заполняете Потом я заполняю И Вы меня Знакомите С материалом Добро Если вы мне пришлете фото Позвоните Я вам продиктую Там Не знаю Адрес электронной Повышки Или Через газпрос Вы можете ответить Доступ к делу Предоставите И там Можете приложить фото Приглашаю Завтра На 10 часов На 10 Завтра на 10 Да Сможете обеспечить Не знаю Не выйдет Либо в 10 Либо в 3 часа Вот я вас приглашаю На разное Подождите В 10 Или в 3 Если у вас не получается В 10 То можете Пройти в 3 часа Ясно Благодарствую До свидания До свидания Так Здание Совсем надо Покинуть Да? Да Мы же закрываем Сейчас Или час Покинуть Сняли Полтора часа Оттуда Выгнали Здесь Здесь Ничего не дали Супер Правосудие А? Так Эта расписка Ни одним Законом Не предусмотрена Это же Ну не знаю Детская Причина То что Предупрежден Об уголовной Ввесности Если вам действительно Нужно Знакомиться И вы Понимаете Логику Прочитанного Что вы Предупреждаетесь Об уголовной Ввесности Именно по факту Порча этого Уголовного Натеряла Что тут Какая разница Предупреждается Или предупрежден Большая 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 Закон Трактуется Так Как он читается Я могу Две минуты Здесь Пообщаться Здесь Можете Сейчас Там Закрыли 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 Ни разу Ни разу Не читали Она Даже Не знала Как Это Видишь Как Поймала А Уверена Что там Есть Табличка Да Табличка 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 Табличка